В молодости, но меня все-таки привлекло мое внимание, здесь больше вот этот кадр из моего любимого фильма «Забытая мелодия для флейты», вот они здесь кадр или во время съемок, время, вот даже на этом кадре передается вся вкуснота того, что было показано в фильме. Здесь они молодые, прекрасные, артисты замечательные, фильм невероятный, такое сейчас не снимают. Так, ну они, напугавшись дождя, стали разбегаться, но не все, те, кто не боится за свой товар, они его не убирали. Так что мы с вами сейчас пробежимся, а уже как бы да, дождь прошел, мелкий, привет, и открылось солнышко, поэтому что-то тут есть. Так, этого малыша я вам показывал. Поэтому мы идем дальше. Вот они, видите, пол стола голых, потому что убрали, а пол стола все-таки в наличии предметы. Пловчик, плов, пышет, пышет, значит, это курица, рыба, картофель, крылышки, баклажанчики, лепешку поджаривают, чтобы она была вкусной. И она будет вкусной. Она обязательно будет вкусной. Насколько кобальтовых яиц появилось. Красный октябрь, смотрите. Металлическая, жестяная, вот конфет, Москва, Норкомщинпром. Слушайте, что я вижу. Я же покупал такую консоль. Редко встречается. Уголочки немножко отбиты. Выдрали прямо с этими, видите. Я ее потом продал. А, вот еще жестяная. И вот эти тоже вам пансье, икра. Ой, какой малыш тут здесь. Вау, Вероника Кастро. Тоже эти времена вспоминаешь с трепетом сердца. Просто Мария. Собачонка хорошая, кстати. Так, а это что у нас? Нижняя металл, а это или гипс, или гипс, по-моему. Кстати, неплохие. А это штофик. В форме гусика. Гусь. Тоже экспонат. Тут еще. Пара вас. Для тех, кто любит стекло. Бутыль. Интересно, эта музыка пройдет у меня вообще? Ну что, мои хорошие, мы снова в Измайлова. Это уже в воскресенье. То была суббота, это воскресенье. Были тучи, их унесло прямо, видите, уже за вернисажем. А здесь солнышко, но крапает дождик. Он мелкий-мелкий, вот его видно здесь, видите. Вот. А я вас приглашаю снова на вернисаж. Приглашаю. Пригласите, пригласите. В общем, вот он начинается здесь. Плошиный рынок. Идемте. Столик здесь интересный, хочу вам показать. Посмотрите. Даже с выдвижным ящиком какие-то убранства. Цифры какие-то. 1, 9, там 7, 3. Не знаю, что это за чудо такое чудесное. Такие ножки. Что за стиль, не знаю. Я не могу дать лошадей за 200 лошадей. Не знаю, что за чудо. Так, это балеринка Германия. Продают ее за 5 тысяч, потому что обломлен мизинчик у нее. Отломлен. Давайте найду, потому что сотки еще, где-то, да, эксклюзивные. Карапп, по-моему, там пожар, кто-то. Живаешь, да? Да. Конечно, неплохо, да, Ле? Приятная вещица. Современная, но приятная. Касси забежал. У нее, смотрите, минажница новенькая. Такая необычная форма, ручка, золото. Лимош. Лимош Франция. Так, что у нее еще есть свеженького? Сейчас покажу. Есть у нее сахарница. Вот эта мне очень понравилась. Или конфетница. Смотрите, какая ручка, какой завиток. На верхней части. Эти ручки по бокам роскошнейшие. Раскинулись. Стекло. С гранями. С гранями, да? Все какие-то грани. Замечательно. Замечательно. Так, вот эти стопочки. Бордо с золотом. Прекраснейше. Вот что-то их тут прям очень много. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, что ли? Хороший. Хороший. На большую компанию. Так, подсвечник новый. Очень тяжелый. Вот этот большой. Прям тяжеленный я его поднял. Он весомый, весомый. Ага, наперстки здесь вот у нее различные. И, кстати, один наперсток она мне сейчас тоже подарила. Вот такая подставка. То есть для тех, кто это все коллекционирует. И сразу уже коллекционные, интересные вот такие. В наличии. Даже кобальтовый тоже ни разу не встречал. Кобальтовый с птичками. Так, сейчас покажу, какой она мне подарила. Забавный, кобальтовый, интересный. В общем, такие пивки, на которые одеваются наперстки. Все фарфоровые. А она мне подарила металлический. И с кем вы бы думали, с кем он у меня тут? Сейчас я его достану из кармашка. Смотрите, вот он металлический с Девой Марией. Прикольно же. Прикольно. Спасибо, Ася. Так, это вот ее весь товар. Там лампы. Кстати, у нее лампы раньше даже больше было. Сейчас немного поменьше. Хотя у нее же еще большой отдел. Там, в том магазине. Вот это мне очень нравится. И подсвечник, и лампа. Видите? Бронза. Вот это вот прекрасная вещь, конечно. Это тарелка такая с яйцом. Не лимошка, что это? В общем, Франция, по-моему. Тарелка с яйцом. Вручные росписи. Сыровка. Сухое золото. В общем, все не могу перечислить. Не такой уж прям знаток. Но, в общем, вещь интересная. Ой, какая милашка. Смотрите. На трех маленьких ножках. Так. Вот это корзинка с лапшой. Я ее не видел. С лапша и цветы. Тоже замечательная. Под печеницей. Подругам поставить печеницы или любимой супруге или супругу. Кто как устроил свою жизнь, в общем. А, вот тарелка новая у нее. Вот эту я не видел такую. Смотрите, какая картина. Ой, она роскошная. Рама красивая. Краски сочные. Цветы обожаю. По центру стоят так. В общем, так вот так вот. Чуть-чуть. Вот так. Ага. А то упирается в холст. Стул. Слушайте, шикарная. Это конец 19 века. Начало 20. Достойная работа, конечно. Достойная. Так, кольца мне понравились здесь. Смотрите, латунные. С какими-то ставками интересными. Симпатичные. Четыре штучки их здесь. Рамочка, но очень дорогая. С подставочкой. Также понравилась вот эта тарелочка. Ручки. Посеребрение, скорее всего, их нужно почистить. Тогда они будут не такими темными. Серебро просто потемнело. А так, это ручные росписи. Золото. Интересный дизайн. И край, и ручки. Листьями украшены. Вещица интересная. Так, это я к Марине подошел. Мне здесь у нее две вазы понравились. Во-первых, вот это. Что-то подобное давно хочу. Небольшую, невысокую. Я отложил у одного товарища. Надо забрать. Но это большая, высокая. А вот это еще выше. Посмотрите, какая роскошная цвет. Что там, груша, там тыква, да? Тыква необычная. Необычная. Кобальтовые ручки. Кобальтовые понизу. А я не знаю, вот это вот кобальту тоже относится. Или все-таки это кобальт более темный. А это нет. Ну, в общем, в любом случае. Необычная, интересная. Не знаю, крышка была, не была. Ну, вот еще. Вот этот тоже. Это тоже кобальт. Очень темно-синий. Вот. Тоже к нему как бы отношения имеют. Так. Ну, все, интересно. Столько соблазнов. Столько соблазнов. Боже мой. Ну, это невозможно, конечно, все иметь. Все. И что-то появляется, появляется новое. Ну, люди, люди вон тусуются. Конечно, кто-то что-то вон даже обсуждают, что жалеют, что не купили вовремя. Какие-то часы здесь были шикарные вчера. Я не успел заснять. Ну, в общем, да. Часы проданы. Другой кто-то видел и говорит, ой, как же я не забрал их. Ну, там какие-то такие около миллиона, а то и больше. Клеймо какое-нибудь интересное. Ручки-листка. Сейчас, Марин, сейчас. Сейчас, секунду. Их шишта. А сколько? Подведено воду. А че пыль? Ладно. Раз-класс. А то есть они пирожковые такие. Шикарные. Пятки, смотрите, какая роскошь здесь. Ох. Боюсь это брать с руки. Боюсь, потому что... Не потому что... Потому что, в общем, мы не поняли. Будет ночью снится. Такая роскошь. Самая настоящая роскошь. Около 50 тысяч стоит. Блин. Тут музыка. Шикарная, но не пройдет. Германия. Большая, шикарная. А вот такая ванна. Девропейская. Ребятки, смотрите, картина принизу холст. А это холст на картон натянутый. И рама красивая. И девушка прекрасная, конечно. Подпись автора есть. 96-й год. Ну, красотка. Да, красотка. Ребятки, достал поближе нам с вами рассмотреть эту туфельку. Это, между прочим, мейсом предмет. Сами понимаете, очень дорогой. Вот тут отколото чуть-чуть. Но, несмотря на это, стоимость его не упала. 60 тысяч они просят за нее. Туфелька на подушечке с ангелочками. Вещь, конечно, топовая, можно сказать. Есть много всего интересного. А некоторые особенно выделяются предметы. Это царская Россия. Посмотрите. Да, кузнецовый. Кузнецовый и гарнир подсказ. Соболях, дама. Роскошь. Роскошь. 10 тысяч просит. Здесь одна дама, здесь другая. Да, роскошно, роскошно. Поел шашлычка. Все-таки поел. С кислой капустой. С кетчупом, с шашлычком. Ой, свининку беру, потому что она мягче все-таки. И пока ел, дождь прошел, и солнце снова. На свежем воздухе, в общем, шашлычок. Сами понимаете, очень вкусненько. Насытился. Можно работать дальше. Но мне надо завершать съемки и бежать. У меня примерка. Девочки приедут. Девочки-мамы. А плова, видите, стало меньше. Мы шли, было его много. А дождь прям приличный пролил. Но они, видите, все равно стоят. Ребятки, я здесь кое-что нашел. Вот такие мы с вами встречали иногда. Это у нас дулева. Насколько я помню, дулева же, да, вот эти кони-то? Это вербилки. А, вербилки, видите. Не настолько мы запомнили, но я вам хотел другой показать. Дальше идем. У нас вот такой комплект интересный. Золотая рыбка. Но мы должны пойти дальше, потому что здесь стоит невероятная роскошь. Посмотрите. Посмотрите. Я такого еще не видел, не встречал. Со всех сторон красота. Со всех сторон. Позолота. Ручные росписи. Ну, просто наслаждение. Клеймо, посмотрите, какое. С коняшкой. Гардер. И блюдца. Просто лучики солнца играют, по-моему, в этом предмете. Да, он, конечно, ярче, чем в жизни на фото передается. Но в жизни у него своя приятная вкуснота. Наблюдать. Ну, красота. Действительно, редкость какая-то. Очень старенькая. Антикварная. Тоже интересный комплект посуды. С необычным рисунком. Но так-то постоянно блошинный рынок чем-то удивляет. Здесь сервиз. Целиком. Тоже интересный, да? Мадонна зеленая. Вот это тоже необычно интересный. С бабочкой также. Это LFZ, наверное, да? Да. Скорее всего. Смотрим. По тематике. Я показал, да? Показал это. Горюм трава. А, горюм трава это называется. Выпишешь и будешь горевать. Не знаю, не знаю. Так, ну, в общем, это уже конец рынка. Уже половина людей собралось. Другие собирают, собирают все столы, убирают всю посуду и так далее. Здравствуйте. И кто-то что-то продал, кто-то будет ждать следующих выходных, чтобы еще продать. А это в один тоже собирают. Мы с вами сейчас должны разыграть эту сухарницу. И у нас будет еще один новый приз. Поэтому мы идем к выбору. Вот, выбрать случайного комментария. Выбор комментария. Здесь у нас было слово «удача». Кстати, у нас прошлый человек, что у нас там было, я уже не помню, не ответил. Алина Митракова, по-моему, была. Пишите ВКонтакте, пожалуйста, мне, чтобы получить свой приз. Так, выбираю случайного с помощью вот этого приложения. Так, смотрите, удача за нами ходит по пятам. Кстати, хорошего. Так это Агаева Фатима. Это Агаева Фатима. Девочки, это шок. И здесь Фатима у нас в лидерах. Фатима, поздравляю. Сухарница. Идет вашу посылочку. Это прекрасная сухарница. Ага. А новое, новое у нас задание. Вот эта тарелочка, она подвесная. Это у нас Бавария. Подвесная, видите, петелка здесь есть. Новое слово у нас будет, я вот вижу здесь ангелы, херуины, херуины. В общем, новое слово будет ангел. Ангел, ангелы, можете склонять как хотите. И значит, под этим видео нужно ставить комментарий со словом ангел, и вы получите эту прекрасную тарелочку. Подвесную. Ну что ж, вперед, поехали. Жду ваших комментариев. До новых встреч. А еще хотел презентовать, у нас есть в продаже вот такая шикарная кофемолка. С медальоном, фарфоровая, медальон с двух сторон, вы видите, там еще один есть. Так, 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 сейчас я крышечку сниму. В общем, крышечка так отворачивается в сторону и тем самым снимается. Ох, одной рукой нет. Внизу крутила, она доверху, вот она легко, видите, проворачивается и сходит с этих штырей. Вот у нас все фарфоровое здесь внутри. Просмотреть можно в теле, вот раз и зафиксировалось, зафиксировалось в сторону. В общем, и дальше уже засыпаете зерна и мелете. Ссылочка, вернее, телеграмм. В телеграмме есть, уже можно посмотреть в подробностях на этот предмет. И, по-моему, 9000 он стоит, да, 9000. Оставлю ссылку в телеграмм, где все мои товары для того, чтобы их приобрести. Нужно посмотреть и зайти, и присоединиться в телеграмм. Это я спешу, у меня там печется, жарится и видео демонтировать. Нужно еще другие дела делать. Ну, в общем, жду вас в телеграмме. Ссылка на телеграмм под этим видео в первом прикрепленном сообщении. Все, до новых встреч. Я летаю в разные края Кто же знает, где мы завтра будем Дождик привожу в пустыню я Солнце раздаю хорошим людям Почему, дружок, да потому Что я жизнь учил не по учебникам Просто я работаю Просто я работаю волшебникам Волшебникам Ты идешь, идешь по январю Холодно следы, как многоточье Хочешь, я с тобой заговорю Руку дам и станет путь короче Почему, дружок, да потому Что я жизнь учил не по учебникам Просто я работаю Просто я работаю волшебникам Волшебникам Волшебникам